Движение по мосту В любом случае, глава государства будет присутствовать, сообщили близкие к Кремлю источники, строители завершили стройку века на полгода раньше намеченного срока. 19 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что первые машины проедут по мосту уже через несколько недель. О том, что движение запустят во второй половине мая, говорили и другие официальные лица. Автомобильная часть моста была полностью готова еще в конце апреля, точная дата церемонии не называлась. Звучали предложения приурочить ее к 9 мая, однако позже от идеи совместить открытие моста с празднованием Дня Победы отказались. Теперь же все зависит от графика Владимира Путина. 14 мая президент России примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. А 18 мая там же, в Сочи, Владимир Путин примет для переговоров канцлера Германии Ангелу Меркель в дальнейших планах главы государства участие в Петербургском экономическом форуме. Путем несложным вычислений можно понять, что даты от 15 до 16 мая представляются оптимальными для участия президента в открытии моста через Керчинский пролив, тем более учитывая небольшое расстояние между Сочи и Крымом, приводят слова источников gazaeta.ru. Издание напоминает, что в мае по мосту разрешат ездить только автобусам и легковым автомобилям. Грузовикам откроют движение только после окончания курортного сезона. В октябре железнодорожная часть моста откроется к концу 2019 года.